В кругу семьи, а именно одной большой семьей, себя считают работники и посетители Мильковской библиотеки, отметили юбилей родного учреждения. В основном сюда ходят дети, поэтому зал наполнен малышами, для которых и был в этот день подготовлен праздник за чашкой чая. Он такой веселый, счастливый. А что больше всего понравилось? Угощения, всякие чайпики. 60 лет назад, когда Мильковская библиотека только открывалась, это было небольшое здание, но и тогда сюда приходило много людей. Причина тому – отношение сотрудников к своей работе и посетителям, взаимодействие с людьми на первом месте. Шли годы и по-прежнему сохранялись библиотечные традиции. Несколько лет назад к зданию библиотеки пристроили досуговый центр. Комплекс превратился в место, где детям всегда есть чем заняться. Мы стараемся сделать досуг не только интересным, но и разнообразным, еще полезным. И, конечно, роль библиотеки в этом неоценима. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Дома Мильковская библиотека стала и для 11-летней Алены Хомяковой. Вот уже три года девочка ходит сюда, чтобы брать и читать свои любимые книги. Эта библиотека очень удобная. Здесь полки стоят, буквы, по которым ты можешь искать книгу. Вот тетя Аня, Анна Валентиновна, она заведующая в библиотеке, она подскажет какую-нибудь книгу. Анна Шмелева-Михайлова, заведующая Мильковской библиотекой, старается сохранить интерес читателей к живой книге. Вместе с тем ведет театрализованный кружок, где ратуют за то, чтобы родители проводили время вместе со своими детьми. У нас приходит мама с ребенком. Нахождение родителей на всех мероприятиях – это не обязанность родителей. Они сами не уходят. Потому что им интересно. Интересно эти 40 минут, час не посидеть в телефоне или планшете где-то, а посмотреть, чем занимается ребенок, как он развивается раз от раза, что он учит, как к нему относятся. Это большое, понимаете, одно дело, когда придет ребенок, когда мама не была на занятии, он ей скажет, а другое дело, когда мама анализирует. В год Мильковскую библиотеку посещает порядка 540 человек. Существующего помещения явно не хватает. Поэтому в день рождения сотрудники учреждения загадывают, чтобы здание расширилось. И на следующий юбилей они смогли пригласить еще больше гостей. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.